Стали больше воровать, покушаться на жизнь и здоровье сограждан. На территории обслуживания Зареченского отдела полиции вырос уровень преступности. На территории обслуживания межмуниципального отдела зарегистрировано 132 преступления, что выше прошлогоднего показателя на 14%. По городу Пензе и области наблюдается, наоборот, снижение. Рост преступности в целом обусловлен участившимися случаями имущественных преступлений. Зареченцы стали менее бдительны. Среди имущественных преступлений самый существенный рост отмечен среди мошенничеств с 10 до 17 факторов, это плюс 70%. В основном, совершенных с использованием сотовой связи. Выросло и количество тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%. Зарегистрирован один факт умышленного причинения вреда здоровью. Общее количество преступлений против жизни и здоровья граждан увеличилось на 77%. В основном из-за превенитивных составов это 112, 115, 116, 119 состя уголовного кодекса Российской Федерации. Увеличилось и число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории Заречного. На территории ЗАТО выявлено 13 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Из семи непосредственно сотрудниками отдела. Аналогичный период прошлого года 6. Среди них, как и в прошлом году, выявлен один факт содержания наркопритона и сбыта наркотических веществ. Из незаконного оборота изъято свыше 22 граммов наркотических средств. Начальник Зареченского отдела полиции Вильдан Узбеков отметил, что в деле борьбы с незаконным оборотом наркотиков необходимо усилить в первую очередь профилактические меры и работать комплексно. Дезаморфин, это, конечно же, очень и очень на сегодняшний день нас беспокоит. Но мы на сегодняшний день вообще не работаем по другим видам наркотиков. И то, что касается, если ранее мы по итогам 9 месяцев могли даже иметь результаты по марихуане, по другим каким-то. Но 11-й год мы чуть-чуть ослабили контроль. Это перспектива нашего растительного происхождения наркотики. Но надо начинать работать сегодня. Серьезную работу необходимо проводить и с подростками. Шестеро несовершеннолетних в начале этого года были уличены в совершении преступлений. По словам Вильдана Узбекова, единственное, в чем полицейские пока не дорабатывают – профилактика. С раскрытием же совершенных преступлений ситуация стабильная, удовлетворительная. Общая раскрываемость преступлений по итогам первого квартала 2019 года составила 72,8%. Что выше прошлогоднего показателя более чем на 5% по городу. В Пензе 66,8% по области 73%. Повысилась раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений с 71% до 96%. По данным информационного центра УМВД России по Пензенской области, результаты работы отдела за первый квартал 2019 года оценены удовлетворительно. Светлана Демина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».